Когда я начал что-то рисовать, я не очень отдавал отчет, что я делаю, но там была какая-то смесь. С одной стороны, я видел перед собой какой-то, хотя в работах этого не видно, абсолютно ничего. То есть я рисовал как будто бы окно, а я окно это перечеркивалось, вроде все простая вещь, все это происходило по-разному, в разных вариантах. Окно, в общем, это глаз или глаза, вот, все, что ты видишь сквозь эти свои окна, вперед, все зачеркиваю. Я, пока там был, вот эти вот полтора месяца, вот эти все окна, только они шли в разных вариантах. Главное дело, что они сложились в такую какую-то серию огромную. Часто выставки состояли из того, что писали, вот, ну просто на машинке напечатан какой-то текст, например, какого у него там митинга. Не важно, кто это были, троцкисты, маисты, сталинисты, ленинцы, бухаринцы. И потом, значит, или, например, там какие-то там, ну какие-то митинги где-то там в Бразилии, какой-то компартии. И вот там написано что-то такое, все эти бумажки наклеены на стенки. Стоит пиши-машинка, к ней подключишь баллон с газом, и там поджигают там, и горят фитильи такие. Ну, это, зрителей никаких. Они нас считали предателями социализма и революции. Читали цитатники моего Здуна, это мы когда приехали. Так что мы были на хорошем у них счету. Но, тем не менее, им нравились мои работы. Потом, когда мы их вешали, надо было повесить уже в Лондоне, в этой самой, в этой галерее. Это было в воскресенье, кажется. А на улице, перед окнами, значит, перед окном, вернее, такое большое, одно окно было довольно большое. Там местные жители, значит, друг друга размазывают какие-то такие, ну, красочные такие какие-то торты в рожи, суют друг друга и колотят. Там, это у них такая игра. Сначала, значит, поставили столы, на них какие-то тарелки, наложили какие-то торты. Ну, торт. Один торт, другой, там, все собрались. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. И, ну, взяли, пошли, вот. И стали бы все бросать к нам в окна, мы не обращаем внимания, мы продолжаем там свернуть дырки. И там, ну, что это, этот, там, этот куратор, там, он мне говорит, у меня все, показывал на них и говорил, ступит пипал. Мало там, что я там рисовал, это, просто эти острова британские, это одно, это одно. А когда ты там оказался, то, то ты, в общем-то, попал в такую глубокую человеческую цивилизацию, о которой ты не имеешь никакого представления. И вот я тогда, когда Женя сказал, что я не буду ничего рисовать с натуры, вот так, потому что я сам себе не поверю, что я рисую. Надо было здесь родиться 500 лет тому назад. Да, может быть, я что-то, что-то такое понял бы. Поэтому я когда смотрю, например, я всегда не верил туристическим зарисовкам. Никогда не был туристом. И отказывался от всяких, если бы предлагали, там, коммундировка какой-то такой вот, а ты, говорит, съезди туда-то, съезди сюда-то, съезди сюда-то. Я обычно говорю, ну, так, или, если бы предлагали там куда-нибудь съездить, в Венгрию, там, в Чехословакию, я говорю, ну, там, где наши были танки, я туда не поеду. Ну, вообще. А там, если на восток, я бы, ну, я родился здесь, я все-таки европеец, ну, что я тогда приеду? На месяц, там ничего, я там не пойму ничего. А потом зачем мне? За экзотикой? Мне вот этот вот тут вот, напротив меня, такой маленький пиздож, такой небольшой. Тут с ним надо еще разобраться, что к чему. Ну, а дальше, дальше были какие-то совместные выставки с британскими художниками, это было очень важно все-таки, думаю, для меня. Причем не я, я для этого сам лично ничего не делал. Просто вот после той вот выставки, которая была в 76-м, там, вот стоит вот такой вот, это Акма-галерия, ну, там приходили все. То есть, когда говорят, мы придем все, это значит, там приходят арт-канцел, кураторы музеев и художники. Толпы никакой нет, посторонних вообще ни на каких выставках никогда не было, никакой народ никуда не ходит вообще, там, ну, не ходит. Сейчас ходят в Нью-Тейт, из-за того, что это огромное пространство, огромное помещение. Может идти туда с семьями, там есть рестораны, комната, всякие отдыха, там, детям там забавно, они могут смотреть и то, и сё, и это. И всё это на уровне такого детского сада для взрослых. Всё-таки вот этот вот, вот этот вот материал, он обладает сопротивлением своим, вот этот, по нему и угла идёт нелегко. А мне нужно, чтобы она не шла легко, мне нужно, чтобы она нелегко шла. Это не перо мне нарисовать, вот, для меня чем больше, ну, лес, ну, легче. Потому что я, по крайней мере, могу вот так держать, и тогда я могу скрести в одном направлении, в другом. Для того, чтобы там что-то начать жить, там тоже надо было ломать вот там что-то. Мы должны были сломать перегородки между комнат, потом подставить под общую такую балку, вот, чтобы освободить пространство, чтобы там сделать студию. Чтобы можно было там рисовать, а там же спать. Вот мы так и сделали. А потом мы там клали вместе с соседями, знаете, тоже британские художники. Нам привезли, значит, на каждый дом по рельсу. Вот так, в общем, все было замерено точно, и чтобы их положить на пол кирпича. А стены, сами, сделаны из кирпичей, между которыми вообще ничего уже нет. Там песок. Ты же можешь было забрать вообще спокойно все эти стены, весь этот дом без кувап, без лома, без фумича. Вот мы, значит, клали вот эти балки, и так мы спали. Крыша лежит на этой балке. Причем балка сгнила, прогнила. Значит, одна так, а другая висела так. Короче говоря, ее так как-то на этих, на болтах как-то ее там прицепили, над что-то надстроили. Все-таки текло все время посередине, стояли у нас эти самые всякие ведра. И это, а от того, что туалеты были все на улице, то на рынке продавали всякие там эти параши, горшки. Иногда такие декоративные огромные чайники. Такие, ну, нормальный чайник, ярко-красного цвета такой, все, с ручкой. Ну, под кровать. А вообще обычно просто вот эти вот, такие вот. Вот там у нас фотографии, там Динка сидит за столом, там что-то вежит, а стоит там ведро. Это туалет. Надо было содрать все до кирпичей, потому что там газеты многослойные, там 30-х годов. Пол тоже самое, это заложен, там ковры, а под коврами еще тоже бумага, газета. Потому что холодно, ну, одинарные окна, вот эти вот, Саша. Вот, камины, они не греют, только можем стоять рядом, вот так вот повернуться, погреться. Для нас это было, с одной стороны, необычно, но вспоминалось что-то в военное время, там еще какое-то. В жару тоже, ну, душ никакого не было, и вообще ни у кого, в общем-то, не было там в это время. Ну, в очень богатых домах там было. Приезжал, когда Никита Кривошейн, у нас был Никита Кривошейн, жаловался, что жарко, ну, что же, как, вот, что-то надо как-то помыться. Я говорю, иди вниз, а это там был, это был другой дом, в эстенде, полуподвал, вот там, где полуподвал, а я, значит, сверху кухня была, иди туда, и сейчас я тебе буду поливать. И, значит, я набирал воду, и просто, ну, она так, он был в полном восторге. Там голый стоял, там, ему не наплевать было на соседей, там, так далее, и нам тоже. Ну, в общем-то, он был очень доволен. Он все просил, еще, еще. Вот эти все, такие, необходимые контакты с тем, что, вот, с этим жильем, через, там, кирпичи, там, стены, камин, все прочее. Вот таким образом ты начинал вживаться, и, как бы, почувствовал, что ты, как будто бы там даже родился, или мог бы родиться, там, вот. И тогда уже стало жить легче. Динка собирала какие-то травы всякие, лекарственные, она набрала где-то каких-то трав, и развесили ее в пристройке, он там, вот, внизу. Вот почувствовали, что что-то начинается, что-то такое невообразимое, какие-то шумы, что-то, какая-то нервность, мурашки по коже бегают, все прочее. Потом Динка стала, читала английские справочники, значит, вот, про травы, и нашла, что одна из трав, она изгоняет привидение. Ну, Динка пошла, извинилась, мне даже сейчас, я сейчас вспоминаю, извинилась, собрали все эти травы, все выбросили. Ну, во всяком случае, неважно, внушили ли мы это себе, поверили ли мы в то, что мы себя внушили. Оно было вполне, ну, такое, friendly, то есть, такое, как-то, ну, в общем, не зловредное. Да и мы были чудные, поэтому так все сошло. Спасибо. Спасибо. Спасибо.